Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТОП! Меня зовут Дима, и вышла вторая часть 77-й серии с Кибиди Туалет Байдафак Бум. Не будем ждать, сразу погнали смотреть перед началом. Не забудь проверить, подписан ли ты на мой канал или нет. Если ты меня смотришь, а всё ещё не подписан, обязательно жмякни подписочку. Также залетай в мой Телеграм, там всегда новости, когда следует реакция. Стрим, летсплей, всё самое важное обо мне, моих каналов, вот там сверху. Залетай, смотри, подписывайся, и погнали смотреть видосик. Работает спецназ. Да! Взрывная голова. Протягиваем руку. Правильно? И погнали. Летс гоу! Летс гоу! Хорош! Всё, пошла возня! Это какой-то мэнный звук, по-моему, был. Всё, ну тут чисто молотиловый или будет какая-то сюжетная часть интересная? Наверное, по-любому будет сюжетная. Ля, что творит? Йоу! Нормально! Я вам говорю, молот нужен. Это, во-первых, отсылка, а во-вторых, ну, а чё нет? Поняли? Тор немножечко такая мифология. А вы подумали, на что отсылка? А зубки нормальные. Ходит к стоматологу. Это важная картинка! Шарите, да? Кто вдруг ещё не понял? Естественно, я половины не пойму, что тут обозначено. Так, вот этот депчик, который только что улыбался. Вот он стоит по центру. Он главный типа в охранной компании, которая охраняла Альфа-Хиллз 1986 года. Вот стоит товарищ, понимаете, пресекретился. Рядом с ним врач. Рядом с ним учёный, естественно. Ещё какой-то депчик. Что мы можем из этого ещё выцепить? В принципе, наверное, вся вот эта движуха, кто с серпом, кто не с серпом, это вот они все, поняли? Что раньше движухой работали, что сейчас как бы не распались. Просто интересно, знаешь, Альфа-Хилл, 1986 год. Почему обведено знаком вопроса? Он же там работал, правильно? Ну, это же был 1986 год. Что-то около тех годов, правда? Я с датами никогда не дружил. Ни в школе, ни сейчас. Какой сейчас год? Твою мать! О, диско-пати-диджей, давай. Хорош! Приобрёл! Это вот этот филибальник прилетел. Старая гвардия! А, подожди, а не в курсе, что мы уже в пати? Или не в курсе? Потому что, мне кажется, сейчас начнут молотить всех, кого видят. А мы уже как бы немножечко порешали. Глянь! Это чё? Так, поймите меня правильно. Я ради интереса заходил в Роблокс. Играл в Туалет Тавер недавно. Все подробности чуть попозже. Всё узнаете. Так вот, там на заставке, когда ты загружаешься непосредственно на карту, изображена вот эта пушка. Это сюда отсылка была? Или это отсылка на Туалет Тавер? Такой, зубодробитель. Судя по звуку, вы поняли типа, Чак Норрис, «Возвращение легенды». они все время пытались сюда хорош смотри зарядились какими-то синими этими темами поделился своей технологии титан хорош подкрепление серьезная движуха пришла какая лимитирующая фантус вумен ё-моё глянь что на них по нацепляли все такие просто чуть ли не магией владеют не ну а чё собственно если это тёлка башка которая была в недавних прошлых сериях летала с письменами тут какими-то с рунами типа тоже отсылочка на магии пусть эти тоже какую-то там приобретают техническую конечно но почему нет видал да ты просто по другу попался ну блин ну чуть даже отлетел бы все норма но ты мог бы подвинуться в натуре она он пушку перезаряжал проверял как она работает ну и умер случайно шо мы за дружески отношения правда он сказал ты ты а ну подожди что он сказал то что он говорит субтитров как всегда не завезли поэтому только приходится гадать это так он неуважительно к ней обращается ты осуждаю что это за не этот вот все нормально благодарочка не понял и шо это значит откуда лицо взялось женское а это не та которая да это же та стояла которая блин в записях помните очень-очень давно когда проматывалась что-то там было сказано типа наверно пора заканчивать всю эту историю правда на английском но я же не разбираюсь в английском а это у него как воспоминание наверно проскочила понял кто это да да какая улыбчивая так это часть 2 интересно будет часть 3 4 или закончим 7 7 на 2 что мы выудили как бы без обзорщиков это то что камерамены всех рангов всех возрастов приобрели новые технологии ну как бы расширились поделились все вместе там между собой титан им они титану и все пошло хорошо написали в прошлых комментариях совсем забыли про спикермен а где спикермен где они провтыкались ладно эти телевизоры с ними мы в контрах окей а спикермен где или были тут то по-моему не было только камеры ходили себе конечно же к всевышнему фордилу мы обращаемся за его разбором погнали смотреть промотал сразу на сюжет эпизод начинается с того же на чем закончился прошлый сразу после того как камерамен хэви решил посотрудничать с g-squad на них нападают несколько астроски бедистов пока что часть команды решает разобраться с астро истребителями оператор решает помочь скибедисту защитнику скоро вы поймете почему я стал его так называть на которого напали пару астра хэви уничтожает одного из них свою защитник потому что защитника альфа-хиллса вот это красным лазером после чего ранен 2 но тот успевает government вы помните там было government это слово просто сбежать тут ему на подмогу подлетает трое маленьких астра и гибрид показывает свою новую способность а именно при помощи улучшения серпа он может управлять его полетом и таким образом защитник уничтожил сразу троих астроски бедистов улыбаясь он покрасовался перед камераменом хэви и полетел дальше но потерял портрет а именно фотографию на которой написано 1986 год альфа-хиллс специальная служба защиты государственных объектов на ней изображен некий отряд посередине находится сам гибрид защитник именно поэтому я устал так называть по всей видимости когда он был человеком то работал в неком отряде по защите важных объектов таких как лаборатория альфа-хиллс и он сохранил эту фотографию как память о тех временах но самое интересное в ней другое не подожди самое интересное то что он будучи уже с кибиди туалетом все равно помнил свою жизнь как бы человек не полностью промытая тогда получаются они да или как тогда это описать раньше как было мол вирус захватывает твою голову и все ты уже служишь силе зла а тут ты служишь силе зла но схранишь при этом фотографии то что на заднем фоне мы видим дофака рядом с каким-то ученым и одним человеком из отряда защиты сам гибрид его отметил знаком вопроса намекая на то что он не знает кто это также по году в подписи мы узнаем что фотография а нет 79 а то все 6 а была сделана спустя 7 лет после того как дофак стал новым управляющим лаборатории также не совсем понятно зачем он отметил дофака вопросом ведь по идее должен был знать кто управляющий в альфа хиллс ну да сам там работал возможно он сделал это уже после того как стал гибридом ведь заподозрил что дофак может быть причастен к агентам ну то есть может быть тогда хранит картинку не для того чтобы память свою вспоминать как они прекрасно с пацанами служили там сидели в картишке играли пока не было проблем а скорее как вещдок где он заметил свое лицо и пытался разгадать что к чему или к тому что сейчас происходит хэви забирает эту фотографию себе и видит как астра сражается с диджеем тот после того как получил лазерами от него пытается контратаковать но диджей показывает свою новую способность а именно при помощи сильной звуковой волны он может останавливать и перенаправлять выстрелы но и этого не хватило чтобы закончить с астра тут в него прилетает мощный лазерный выстрел синего цвета после чего астра сразу же погибает тот самый астра который сбежал от защитника даже не успевает среагировать как его с прыжка бьет большой и улучшенный камерамен кто именно это такой я расскажу чуть позже он успевает закрыть в смысле это не титан это не титан камерамен я думал это титан камерамен это кто то другой а титан еще больше тогда получает ну я запутался в пропорциях вы поняли ну для меня это прилетел здоровый депчик я такой здоровый депчик с камерой титан камерамен все такой знаешь как бы ответы на запросы как нейросеть делает от выстрелов после чего на ускорении при помощи джетпака влетает в астра и бьет его им а после достает свой меч бензопилу который скорее всего является отсылкой на похожий меч бензопилу из игры по вселенной вархаммер спейс марин при помощи меча камерамен добивает астроски бедиста и тут он показывается перед оператором у него есть множество отличительных черт но главное это красная рубашка дело в том ну вот скажи спроси меня смотрел бы ли я на рубашке да никогда бы в жизни нет тут же заметили и рубашку что по ней мы можем понять что это тот самый большой красный камермен которого впервые избавили от паразита в далекой 34 серии также он появлялся в 31 серии в толпе зараженных агентов но на самом деле он также появлялся совсем недавно в сериале а именно в дополнительной сцене 76 эпизода где он показал свое неуважение к ТВ-мену который вел себя слишком надменно по отношению к камераменам там он был еще не улучшен до текущего состояния я очень рад что TheFak возвращает казалось бы забытых персонажей которые изначально не играют особую роль в сюжете но а зачем создавать новых если было 70 серий до этого маленьких таких вот незаметных персонажиков которые можно выцепить дать им новую камеру или сгор потом начинает раскрываться вообще этот камерамен довольно сильно улучшился он мало того что имеет усиленную энергию так еще у него изменена форма основной камеры и на плечах как у своего титана он имеет две камеры и поэтому я и подумал что это титан не знаю я думал что все прилетела движуха кстати я не знаю как его назвать поэтому как обычно даю вам возможность выбрать для него имя какой нибудь типа камера мэн с бензопилой зачем заморачиваться пишите свои варианты в комментариях под видео самый лучший вариант я буду использовать в последующих разборах ему не дает отдохнуть и сразу четыре астра решают уничтожить его не приближаясь ведь знают что у него есть меч но камерамен трансформирует свою руку в магнитную пушку такую же как однажды показывал титан камерамен еще раз надо повторить почему я понял что это титан ну да я только что конечно увидел сравнение там посерьезнее движуха но это тоже не маленький приятного из них и достает свою пушку из-за спины и уничтожает врага как оказалось это большой двухствольный дробовик именно с помощью него он уничтожил астра истребителя он пытается отбиться но лишь уничтожает еще одного после чего ему ничто не остается кроме как включить щит и попытаться сдерживать выстрелы но тут по астра начинает стрелять камерамен хоть и пострадал но видит что пришло подкрепление мы видим что весь отряд тоже обладает усиленной энергией в описании серии сказано камерамены 3.0 прибыли чтобы отомстить за своих братьев как и камерамены 3.0 и какой силой они обладают я расскажу в теории так что досмотрите видео до конца также весь G-Squad уже отдыхает после прибытия агентов кстати тем кто помог справиться с астра был камерамен-снайпер именно так я его буду называть его отличительная черта это ушки на наушниках хахаха блин ну прикольно это может это отсылка на какого-то стримера который тоже снова таки снимает по скибеди туалетом а мы этого не поняли кто у нас с сушками Юмилия у нас сидит с сушками может это на Юмилию отсылка давайте иметь это в виду я не знаю кто еще снимает может быть я не знаю Мартимирина кто еще там с сушками сидит пожалуйста напишите в комментарии чтобы мы понимали может есть кто-то прям похожий и конечно же мощная снайперка тут в толпе можно заметить как один из камерменов отжимается видимо он думает что это выглядит круто ахахаха ахаха кто дафак или только кто отжимается ну это уже знаешь типа такие понты пошли в воздухе летают новые технологии агентов которых действительно много но заострять на этом внимание я не буду лишь скажу что некоторые из них напоминают те самые дроны с пушками из 74 серии а то что покрупнее возможно является аналогом орбитальной пушки из 17 эпизода снайпер замечает что-то слева и сразу же выстреливает это оказывается еще один астра но к нему подлетают два вантуза и цепляются за голову после чего взрываются уничтожая шлем и мы видим улучшенную камера вумен у нее появился новый джетпак с помощью которого те теперь легче летать она именно залетела поняли как ангелов рисует вот такая же поза была типа ля собака кто тебя сейчас разнесет и все и пошла но также в нем спрятаны лазерные пушки с помощью которых она сбивает астр на землю а после его добивает дробовиком красный камерамен гибрид рэмбо замечает улучшенную камера вумен и не может поверить своим глазам и даже говорит проклятье его проклятье это было слово проклятье заинтересованность понятно ведь совсем недавно он уже проявлял к ней интерес а тут она стала еще сильнее но теперь они союзники камера вумен спускается на землю и мы видим что ее вантузы изменились они улучшились при помощи магнитной технологии титана и могут летать сами по себе и цепляться за жертву сзади мы поняли как в мстителях не не мстителях в стражах галактики был тип я не помню как его звали с оракезом который свистел и стрела пробивала всех страйдера и на нем стоит камерамен ученый камера вумен подходит к оператору и протягивает ему руку но у хэви камерамена происходит глюки в камере и теперь камера вумен кажется ему человеком каким она была раньше когда работала ученым насчет этого у меня тоже есть теория но я расскажу ее чуть позже она говорит ему вместе до конца и глюки хэви пропадают он встает и показывает ей лайк может быть все таки это не глюки были а может что то как бы ему показали кто то со стороны показал вместо привычного ответа она просто кивает так же как это когда то продемонстрировал ей сам вентузмен это возможно говорит о том что она заняла его место и стала неким лидером всех камераменов как и он в свое время на этом серия заканчивается а теперь перейдем к теориям в описании эпизода написано давай камерамены 3.0 прибыли чтобы отомстить за своих братьев я думаю вы уже поняли что речь идет о улучшенном отряде камераменов которые здесь появились но почему это третья версия камераменов первое и самое очевидное это классические камерамены которые присутствовали с самого начала сериала да потом по ходу сюжета камерамены как и остальные расы альянса обжились улучшениями и сейчас но нам просто не отметили что 2.0 а может быть и отмечали просто наша внимательность не заметила практически не встретишь камерамена без наушников или линзы так же если раньше камерамены сражались буквально голыми руками то сейчас они практически все имеют мощное вооружение именно эти камерамены имели версию 2.0 но почему же сейчас дофак решил обновить версию камераменов самое важное изменение теперь у всех камераменов появилась синяя подсветка камеры мы знаем что камеры начинают светиться когда камерамен титан делится с ними частью энергии из своего ядра эта энергия и позволяет агентам использовать улучшенные технологии как например щит хэви камерамена ну пока он сам отсутствует надо же что-то делать понимаешь чтобы кто-то покрывал эту историю вооружения это рандомный комментарий ха 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 мои дорогие это абсолютно рандомный абсолютно комментарий ха 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 всем хорошее настроение Может сидит пока там на починке Как матка раздаёт всем свою энергию А потом халява закончится Прикроется лавочкой Кто успел, то что брал Но как Титан мог дать им энергию Если в данный момент он предположительно В бегах от Астра И его судьба до сих пор неизвестна Если присмотреться внимательнее То можно заметить, что позади обычных камераменов Как и на руке увеличенной версии Находится некое устройство Внутри которого что-то вращается По моей теории Реакторы построены Научились каким-то образом получать энергию Титана И с помощью этой технологии Теперь каждый камерамен получает ощутимый апгрейд Это может дать ощутимое преимущество Перед лицом угрозы Астра Теперь перейдём к сцене в конце эпизода Изначально я думал, что смена облика камера вумен Как-то связана с дофаком Но немного подумав, я понял Что камерамен Хэви увидел некий флэшбэк Во-первых, я думаю, что была бы хоть какая-нибудь зацепка Насчёт связи камера вумен с ПК-менами Но не до этого, не в этой серии Мы не увидели намёка на это Во-вторых, мы знаем, что камера вумен в прошлом Как и все камерамены Была человеком Тоже интересно, запись датируется 85-м годом Фотография 86-го года То есть в 86-м году всё было хорошо Ещё, пока что Возможно, в начале Ха, мы не знаем Там точно не указано Девушка и по имени Кэти Но если это некий флэшбэк То как она связана с Хэви камераменом? Может быть, она протягивала уже ему руку И говорила Вместе и до конца И почему она говорит ему Что они останутся вместе до конца И на это у меня есть свой ответ Если сравнить лицо из старой записи И лицо, которое видит Хэви То можно увидеть Что у неё появился шрам Да и само видение появилось Когда на ней была кепка Возможно, это что-то вроде глубинного воспоминания Что если Хэви и камера вумен Были знакомы, когда они ещё были людьми? Мы же до сих пор не знаем Когда именно они переселили своё сознание в агентов И до сих пор не знаем, кто слева вот это стоит Точно, вот точно не знаем И что этому предшествовало? Возможно, в какой-то момент Они с кем-то сражались И не смогли победить И это оставался их последний выход А что, если это не его воспоминания? Что же мы можем увидеть? В следующих сериях Камерамены сейчас на пике своей силы Они с лёгкостью справляются С пешками Астра Вдобавок, к ним присоединился Джи Склад Мы также знаем их цель Спасти Титана Камерамена Я думаю, что в ближайшее время Мы увидим, что с ним произошло И мы, наконец-то, встретим Джи Мена Титана А на этом всё Если вам понравился разбор После титровая сцена не наблюдается Да, ну, как бы, хорошо Да вы знаете, даже в конце и добавить особо нечего Потому что, в принципе, всё понятно В принципе, всё, что нужно было сказать Я и так сказал во время реакции Посмотрим, будет ли третья часть Или мы сразу перейдём в следующую серию Но если мы перейдём в следующую Значит, нам стоит ждать каких-то очень весомых событий А это была 77-я серия Вторая часть от Дафака И разбор от Фордила Если тебе понравилось, смотрите вместе со мной Обязательно тыкни лайк А также подпишись на мой канал Если ты всё ещё не подписан Залетай в мой Телеграм А также на игровой канал А с тобой был Дима Типато Па-ка Субтитры сделал DimaTorzok